Сегодня мне хотелось бы поговорить немножечко о страхе. Страх это то свойство, которое особо присуще, особенно нашему времени. Да и каждый из нас наверняка знает, опытно на себе испытал это чувство, которое наверняка не чуждо никому из нас. Но мне хотелось бы сегодня разделить это понятие. Есть понятие страха благоговейного, а есть понятие страха животного. В чем здесь разница? Благоговейный страх, это был страх Моисея, когда он получал заповеди Божии, когда он перед морем оказался один на один со смертью и со страхом Божьим и верою возопил ко Господу, и Бог проводит его, якопосуху по морю, и избавляет его и весь народ. Со страхом увидел Иаков, лествицу ведущую в небо. Страхом, дорогие братья и сестры, были поражены апостолы. Когда мы слышали сегодня в Евангелии, они плыли на лодке, а Иисус Христос, проповедуя Слово Божие на берегу, в четвертом часу стражи пошел к ним по морю. И вот этот страх, страх благоговейный, они увидели идущего по водам Господа Иисуса Христа и убоялись. Они увидели некого человека с развивающимися одеждами, который наступает на гребни волн и приближается к ним, и убоялись. Больше того, сам Христос почувствовал этот благоговейный страх своих учеников и говорит им, не бойтесь, это Я. Вот этот благоговейный страх испытывает душа каждого человека, когда приступает к святой чаше. Не случайно священник, выходя со святой чашей, произносит эти слова, «Со страхом Божьим и верою приступите». Священное Писание научает нас этим удивительным словам. «Придите, чадо, страху Божию научу вас». Это тот страх, который побеждает, страх животный. Этот благоговейный страх, который мы должны приобрести за время своей земной жизни, чтобы даже не бояться страха смертного, надо уверовать в Иисуса Христа, что это Он, Спаситель мира и Победитель смерти. И когда апостол Петр, веря в это, уверившись в то, что действительно перед Ним Христос, и взоры их встретились, его взгляд устремился на Христа, и Он говорит Спасителю, «Господи, если это Ты, повели мне идти к Тебе по водам». И Христос говорит ему, «Иди». Этот взор не отрывался от взгляда Спасителя, и Он переступает в борт лодки, идет по бушующим волнам и не боится. И страх, и отсутствие страха, потому что любовь побеждает страх. И эти взоры, встретившиеся однажды, дают человеку преодолеть естественные преграды жизни. И вот происходит то, о чем нам рассказывает евангелист Матфей. Петр обернулся и увидел набегающую волну и убоялся. Вот это был страх животный, когда он убоялся, что я же погибну, я могу утонуть. А почему? Потому что он отвел взор свой от Христа. Ах, если бы он смотрел на него и дальше. Он шел и встретился с Господом, стоя на воде. Но так как он отвернул свой взор, он увидел стихию мира и тут же стал тонуть. И уже утопая, закричал, «Господи, спаси меня, погибаю!» И Христос подходит к нему по воде, протягивает им руку, извлекает его из пучины морской и говорит, «Петр, зачем ты усомнился?» Какие удивительные слова! Ведь шел, пока верил. А как усомнился, как отвел свой взор от Господа, сразу начал тонуть. И вот теперь о животном страхе. Это страх потерять имущество. Это страх катастроф. Это страх войны. Это животный страх экологических катастроф. Это то, что выводит человека из строя и погружает его в состояние депрессии. Но снова и снова человек, обращающийся ко Христу и обращающий взор свой к небу, к образу, к иконе даже, когда он становится дома на домашней молитве, или в храме против образа, или видит чашу со святой кровью и телом Христа, взирая на них, он не боится, он знает, что Бог рядом, и он не отдаст никогда своих. Потому что он есть любовь. Бог есть любовь. А в страхе нет любви. Истинная любовь побеждает страх, сказанном в Священном Евангелии. И если ты любишь, ты не будешь бояться этим животным страхом. Ты будешь иметь этот благоговейный страх пред Богом, который поможет тебе преодолеть страх животный перед сегодняшними стихиями мира. И ты, якопосуху, будешь ходить по ним, потому что ты будешь с Богом. Вот почему, дорогие мои, сегодня мне хотелось бы, поздравляю всех вас с этим воскресным днем, напомнить вам эти слова, которые вы часто слышите в церкви, когда совершается водосвятный молебен. Господь просвещение мое и Спаситель мой. Кого убоюся? Господь защититель жизни моей. От кого устрашуся? Вы слышите? Боящийся Бога, Он имеет особую силу от Господа преодолевать трудности земли. А боящийся земных трудностей, боящийся всех этих временных проблем и искушений, Он не тверд во всех путях своих. Бойтесь благоговейным страхом перед Господом. Боящийся Бога, обязательно идут в пути Его, и не приткнутся. А те, кто потеряет страх Божий, будет всего бояться. Так говорили наши подвижники. Кто Бога боится, тот ничего не боится. А кто Бога не боится, тот всего боится. Вот почему нам так близки слова, которые Церковь напоминает каждому из нас. Господи, сил с нами буди, иного бы разве Тебе, помощника в скорбях не имамы. Господи, сил, помилуй нас. Я хочу пожелать вам вот этого благоговейного страха пред Богом. Этот страх, который заставляет нас не грешить, зная, что Бог есть, не блудить, не упиваться, не объедаться, а воздерживаться. Вот как раз время поста, это время, когда Церковь говорит со страхом Божьим «Приступи». И не просто ради диеты, или фигуры, или здоровья, а ради Бога. Воздержись от зрелищ, от объедения, от пьянства, от гулянок, от всевозможных мероприятий, которые увеселяют твою душу. Время сейчас молиться, время молиться за Отечество наше. Вот потому я прошу вас, когда вы придете сегодня, расскажите то, о чем вы слышали. Расскажите о Евангелии, в котором сегодня мы услышали, о страхе апостолов, и о том, как Христос утешил их словами. Не бойтесь, ведь эти слова Христос говорит каждому из нас. Кто-то посчитал, что не бойтесь, в Библии говорится 365 раз на каждый день года. Не бойтесь. А я закончу словами, которые сказал сам Христос своим возлюбленным ученикам. Те, которые сквозь весь страх и ужас окружающей катастрофы, гонений, пролитой крови, и бушующего житейского моря услышали эти слова. Я прошу вас, услышьте слова Христа, которые сейчас прозвучат. Не бойся, малое стадо, ибо я с вами во все дни до скончания века. Аминь.